Проехать по второму мосту через Обь можно будет в 2025 году. Об этом сообщила губернатору округа Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции. Проектно-сметная документация выполнена, готовится к торгам. Ориентировочно в первом квартале следующего года начнутся строительно-монтажные работы. Напомним, протяженность мостового перехода с подъездами более 45 километров, стоимость свыше 62 миллиардов рублей. На вопрос о возможном локдауне в новогодние праздники глава региона ответила, что власти будут принимать решение об усилении или смягчении мер на 10-дневные январские каникулы в зависимости от эпид-обстановки. В регионе привито чуть более 757 тысяч жителей. Глава региона подчеркнула, что все ограничительные меры, введенные Роспотребнадзором, необходимо неукоснительно соблюдать. Органы власти должны быть готовы к организации необходимой работы для того, чтобы повлиять на темпы, скорость и последствия распространения COVID-19. Будут приняты решения более жесткие, значит, я должна их обеспечить, реализовать в интересах граждан, в интересах их безопасности. Несмотря на то, что каждый из нас по-разному оценивает, каким образом это можно достичь. QR-код на бумажном носителе с 16 ноября можно получить в МФЦ. Об этом напомнили на региональном оперативном штабе в понедельник. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, заболеваемость коронавирусной инфекцией в округе медленно, но стабильно снижается. За последнюю неделю зафиксировано 1872 случая заболевания COVID-19, 13% от общего числа инфицированных дети. С 15 ноября началась выплата грантов малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, приостановившим работу из-за введенных ограничений. Подать заявление на получение гранта субъекты малого и среднего предпринимательства могут в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы до 15 декабря этого года. Отвечая на самые частые вопросы от жителей, заместитель губернатора Всеволод Кольцов пояснил ситуацию, связанную с временным дефицитом спутника «Лайт» для ревакцинации. Вопрос из Сургута. Пришли на ревакцинацию. В апреле ставили двухкомпонентную гамм-ковид-вак, то есть это спутник «Ви». Должны были ревакцинировать спутник «Лайт», извините, предложили гамм-ковид-вак. Можно ли ставить снова ту же прививку, что и в апреле? Я уже отвечал на эти вопросы, но буду продолжать настойчиво транслировать подход федеральный в нашей стране. Да, можно. Любая из четырех вакцин, которая зарегистрирована на территории Российской Федерации. Может использоваться как для первичной, так и для повторной вакцинации. То есть жителям Сургута, которые задавали этот вопрос, да, можно поставить ревакцинацию вакциной спутник «Ви» или гамм-ковид-вак.